Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. My life is my life. Сегодня у нас четверг и выроска в таргет. Да, Маришка выходная от своих студенческих походов в колледж. Дети учатся и мы гонимся в таргет. В общем, хотим немножко по нему полазить, потусоваться, посмотреть, что почем, какой хоккей с мячом, потому что мы у него редко ходим. А еще, возможно, мы потом зайдем, если будем спивать, то сашим в ральф, потому что ралф. Потому что там надо ринки со скидкой для сырек, смотрим. Да. Но они рядом. Да, у нас большая флаза, вот этот таргет, а вон там он виднеется ралф. Сейчас займемся таргет. Ну вот, тусовка началась. Да ладно, ладно. Зачем тебе эта сумка? Кредитку носить? Да. Ну что, пойдем сумки смотреть сразу или что? Да ладно, пошли за продуктами. Или тачку набивать уже пойдем? Пойдем, да. Мы уже тачку пришли набивать продуктами. Сумку покупать. А мы можем, может, и кисть набрать? Да. В магазин, которые рядом одинаковые цены. Или в одном может быть дешевле, чем друг. Авокадо. Но авокадо по 79, я вижу, это уже хорошо. Так пойдем, может, как-нибудь... Там холодно. Тут просто толпа собралась на авокадо. Нам же хватит, наверное, да? Не должны разобрать. Ну давай сразу сок. Нам надо одна канистра сока. Похож он на наш, но это не наш. Пойдем поищем наш. Ну, они как бы здесь стоят, поэтому мы можем уже наши не найти. А давай посмотрим вот, посмотрим на эти сумки. Что они из себя представляют? Слушай, а может, нам вот такой вопрос будет брать? Рапикам? На котором уже написано? Или вот этот? Нет, или вот этот лучше. А сколько они из себя представляют галлонов? Это не галлон. И этот, наверное, не галлон. Да? Там без галлова я уже вижу. Сколько в нем зайка? Вот здесь вот я не вижу. Два, шестьдесят три. Тоже не галлон, да? У них нету галлоновых соков. Пойдем еще походим посмотрим. Ну, если что, с марта тогда будет. А, мы же с марта купим. И что? И что же мы будем с марта? Ну, мы там купим с марта. А, мы же покупаем на основу, да? Да. Я просто йогурт. Йогурт нам надо купить. Ой, тут баночки рассыпались. Аккуратно между ними проехать. Хочу бы сюда, в холодильнике, нам нужно ничего нет. Нам нужно овощи. О, пошли спиртное посмотри. Нам нужно спиртное. Так давайте сразу сразу брать? Сразу брать? Давай цену хоть посмотрим сначала, как брать. Вот, я вижу. Но бутылка маленькая. Ну, не надо, там большая. Нам торт пропитать надо. У нас очень большой торт. Этого на пропитку не хватит. Да, это так. Давай маленькую покажу. Давай Джин еще посмотрим. А я цену. Где Джин? Где они прячут? Джин. Вот Джин стоит. Вот Джин. А здесь гораздо дороже? Гораздо дороже. Нет, Джин гораздо дороже, чем в Сэмсклабе. В Сэмсклабе получается Джин намного дешевле, чем здесь. А коньяк, получается, где-то, где-то тут коньяк, что мы видели. Вот Hennessy. Получается, здесь вот эта вот маленькая бутылочка стоит 34,99. По-моему, она стоит в Костка тоже дешевле. Но у нас не критично, мы все равно еще поедем в те магазины, и поэтому мы тут смотрим, а там будем знать. Давай водка органика. Да. Где водка органика? Покажите. Смотрите, самая полезная водка. Вот что надо покупать в магазин. Красиво, полезно и недорого. Органические напитки. Так, ну что, тут еще пивчанский какой-то есть. Ну вот пиво недорого, смотри, 8,99. Очень красивые бутылочки, но такое еще не пробовали. Ну, вообще, мало такое пробовали. Поэтому можно попробовать. Три получать? Да нет, больше, чем три. Так, ну ладно, идем, наверное, что-то покупать, да? Тогда что, куда мы пойдем? Да я все три наблюдаю, здесь овощи все, потом можно покупать. Ну ладно, пошли за овощами и фруктами. Вот тут еще есть спиртное. Еще спиртное есть, посмотрите. Всякие шампанские вина, просто вина. Всякие другие напитки вкусные. Давай с Англией покажем большую бутылку. Есть тут? Нет, нет. Наверное, вон там из этой дачи будет. Нет, нет. Вон в пакетах что-нибудь похожее. Да нет, в таких больших щеках. В костах, опять же, или в сэмсклабе. Там эта канистра стоит такая. Тебя в консетки уже тянет. А куда ты смотришь? Ладно, пошли. Я не понял, холодильники включаются, куда к ним подходят что-то? Или у них каратик? Блин, прикольная тема. Экономится электричество. Это холодильники с мороженым. Очередное ведро мороженого съели, а коктейль сделать не успели. Так что скоро будет опять покупка мороженого. Все, люди покинули овощи и фрукты, и мы сейчас спокойно будем покупать. Была какая-то толпа. О, Канталупа. Интересно, сколько она здесь стоит? Моя любимая. Канталупа. 4,99. Так, мне надо пакетик. В общем, авокадо. Цена ВАУ, 79 за штучку. Но это хорошая цена. Написано ВАУ за авокадо. Да, давай покинуем авокадо. А Маришка взяла вот такие яблочки. Pink Lady называются. По 99 центов за паунд. Идем посмотрим зеленку. А что с салатами? Берем что-нибудь какие-то. Какой-то качан капусты. Да. Так смотри что. Не буду. Что-нибудь надо или что-то тебе надо. Ага, понятно. Как-то здесь не богато сегодня с салатами. Нам вот туда надо. Туда отсюда. Ну, не в том, как здесь еще салат. Ну, конечно, может не особо разобиралось. А селери нам не надо. Это вот может нам селвер взять. В смысле вот. Давай возьмем селдерей. Давай возьмем шпинат маленький. Маленький шпинат сколько шпинат. Или вот этот вот. Или весенний микс какой-то. Ну, я такой не хочу салат. Я покупаю легкого марки. Ты знаешь, Сереж, я думала, что мы наверху. Я просто хочу сказать, что он смотрел. Он не выглядит свежим. Этот органик салат. Теперь мы давай на мальчик салатик. Посмотрите. Вот этот салат. Ну, это вообще второй раз. Пойдем купим молочка. Не будем. Вот молочко. Как-то странно. В общем, как-то. Таргет поражает свежестью всего. И цены, и содержимого. Так, что по молотку? Смотри где-нибудь двухпроцентная, зайка. Наверное, это вот эти вот голубые галлоны. Все там на них написано. Так, вот я вижу. Да, два процента. Все, берем молочко. Оно будет стоить? Еще бы разобраться, сколько оно стоит. Два восемьдесят девять. Два восемьдесят девять. Два восемьдесят девять. Мы еще купили вот перчики вот такие. Они получились по два девяносто девять. Это хорошая цена. А вот эти вот маленькие не хочешь? Нет. Да не знаю зачем. Все, тогда идем дальше. Мне бы хотелось бы ценную мандарины узнать, но я бы вот так ее... Так можно на кассе узнать. Давай возьмем просто, если она будет неинтересная, мы не будем ее брать. Ну ладно. Бесценные мандарины. Да? Бери одну связочку и посмотри, какую она будет. А чем они отличаются? Вот эти вот такие. Вот эти. Ну... Связка и связка. В общем, мы в югубном отделе. Мы решили взять... Детям вот такой. Мы решили отделить. Даной тысячи. Двенадцать. Держим, держим. Слушай, а может, Антош, еще вот этот выбор взять? Ночную дверь с собой. Давай. Отлично. Двенадцать. 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 Так. Получается вот этой упаковочке. Килот 360. Ну, там мы посмотрим, да? Сделаем распаковку. Нету, да. И будем брать еще вот такой вот по два восемьдесят девять. Даной. Вонитно. Даль. Даль. Дальше еще. Дальше еще. Дальше еще. Дальше еще. Три баночки. Дальше. Да, ладно. Возьмем три. Так. Идем куда-то еще. Сейчас в отделе тортов. Нам скоро нужен будет тортик, поэтому мы покупаем... Так. Вот, кстати, черный не будем покупать, да? Да? Есть шоколад, а есть двойной шоколад. Какой мы возьмем шоколад? Наверное, просто шоколад возьмем, да? Или черный. Помоги мне выбрать. Я знаю точно, что я хочу взять ореховый. А я знаю, что, Сережа, брал вообще вот эти верхние. Вот этот с орешками. Ну давай, этот с орешками бери. Тебе помочь? Хе-хе-хе-хе. Тебе надо подпрыгнуть. Хе-хе-хе. И какой? Карамельный? Ты думаешь, карамельный? А я шоколадный. Может быть, вот такой шоколадный. Ну и что, что они два разных? Нет, так это не важно. Я же такой и хотел, ореховый и шоколадный. Но я думаю, какой? Двойной шоколад или дарк шоколад? Двойной шоколад бери. Зачем? Двойной шоколад. В общем, мы берем тогда два вот таких замута для торта. Как? Потому что наш кулинар как раз их приготовит. В кулинарном блоге. Нет, нет. Да! Да! Все голосуют за это. Идем дальше. Что же мы будем еще выбирать? Так, это отдел с грызлом. Грызло дать не будем. Грызло у нас есть, да? Да, да. Ну, если только какой-то там Антоши спешил подарок ему сделать. Ореон есть здесь. Возьму? Ну, давай возьмем. Берем вот такую вот. Ореон 2,99. Мы называем это грызлом. Сухой кор. Сухой кор. А для торта у нас есть там всякие посыпки, поливки и прочее удовольствие? Всего хватает, да? Все будет. А, кофе здесь каких-то маленьких упаковок. Да. Кофе здесь много. Можем показать. Ну, покажем. Но покупать лучше мы любим. Вернее, я люблю, потому что кофе только я пью. Маришка не пьет, а дети еще маленькие. Покупать лучше его в Костка или еще где-нибудь там большие упаковки. И мне очень понравилось кофе ловаться из Костка бизнес-центра. Поэтому я туда его поеду себе в следующий раз покупать. А так кофе я очень много. Какого хочешь. И заваривать, и не заваривать. И вот есть такой кофе Данкин Данас. Это сеть магазинчиков, кафешек, где донатсы продаются. Есть кофе от Старбакса. В общем, любой вкус и цвет кофе, какой вы пожелаете, вы сможете удовлетворить. А ты во что уперлась зайка? Макаронки такие. Макарончики с сыром и такие всякие. Быстро приготовленные. Они не быстро приготовленные, Сереж. Это обыкновенные макароны просто. А они не быстро готовятся? Нет, конечно. Их нужно сварить как обычные макароны. И в них в упаковочке идет пакетик с сухой смесью, в которую ты добавляешь молоко, допустим, маслица оливковая. Все это размешать. Выливаешь приготовленные макароны, протушиваешь все это вместе. И получается такие вот, как детям в школе дают макароны и сыр. А я почему-то о них думал, как о быстром макароне. Нет, это обыкновенные макароны. Меня просто заинтересовало, что щенячьи патрули лапки. Макароны, лапки вон есть. Так может Сашку побаловать? Он же у нас любитель. Давай ему пачечку возьмем. Каких-нибудь хотят. Говорим, что Сашка интересует только макароны. Он не ест сыр. А сыр я буду есть с другими макаронами. Замут не нужен. А вот лаваться есть. Я переключился от тебя. Ну ладно. Лаваться есть вот такая. Небольшая 3,99. Эспрессо. Прикольно. А почему ты думаешь, что эти макароны быстро вегетопольные? Мне почему-то они так выглядят. Как будто быстро завариваем. Мы и они. А ты хотела баночку майонеза зацепить. Это не наш? Идем. Ну вот, это он, да. Пойдем. А вот смотри, какой-то everyday special. Какой-то у нас маффины. Маффины не берем. Маффины не берем. Донатсы не берем. Так, какой мы майонез? Мы обычно берем быстро. Большая будка. Большая будка будет у вас, если вы будете есть майонез. А я майонез не ел. Поэтому у тебя маленькая будка, да? Да. У меня маленькая. Кот, ну по-моему. А вообще майонез вот видите, прямо с донатсами рядом. Берешь донатс, макаешь майонез и все в порядке будет. Короче, какой майонез берем? Ну вот этот грибной. Смотри, может грибной? Это грибной или что это? А, это яичный. Зая, ну я не вижу его без бинокля. Давай короче возьмем вот этот. Вон авокадо есть. Смотри, вон есть оливковый. Да, если он будет с каким-то привкусом. По любасу. По любасу будет с привкусом. В общем я беру такой, как мы обычно берем. Большую будку берем? Нет, вот такую. Небольшую. Давай. Так а сколько она? 3,69, да? Вот такая вот маленькая. Будка майонеза. У нас новая фишка. У нас новая фишка будет. Купили будку майонеза за 3,69. Власика будем брать? Власика зовут зеленый друг. А вот всякие остренькие. Остренькие-остренькие приправки. Ты Хенса хочешь зацепить? У нас есть тоже. Нет, я просто смотрела. На большие будки стала смотреть. Я с тобой не хочу дружить. Ладно, давай еще что-нибудь придумаем. Покупку какую-нибудь. Мне уже нравится этот отдел. Это получается пасхальная распродажа. Здесь 70% скидочка на пасхальные моменты. Сложно ориентироваться. Потому что нет больших цен. Стартовой цены нет. Поехали посмотрим. А можно пропикать. Я нашел где по штрих-коду можно пикать цену зайка. Этот зайчик остается, к сожалению, в магазине. Потому что не все разделили его красоту. Что это за человек? Если хочешь, могу тебе предложить купить пачку пасхального Эмандемса. Каких не хочешь? Не знаю. Наверное мы их не будем. Эмандемса взять? Посмотреть сколько он стоит. А где ты говорил есть? Бери, я покажу тебе. Я буду твоим проводником. Что еще есть? Ну давай пойдем попитаем, посмотрим что это стоит. Вот эти очень вкусные. А вон там красная такая есть. Где ты брала? Чем они отличаются? Они наверное с другим вкусом. Здесь орижно, а здесь не орижно. Пошли, я еще вот эти розы на тебе пикну. Где это? Пойдем. А что такой? Черный. Не наряд. А это наверное товары с подходящим сроком годности, да? Доллар 69. Посмотри. Наверное с уходящим сроком это что? Ну я думаю да, раз он здесь где-то стоит. Best Buy. До 20-го года странно почему его сегодня. А здесь наверное вся гримная цель. Типа зацепи и зацепи. Ну типа возьми себе. Ага. Вон попикаем, там и мандарины сейчас попикаем. Ага. Ну да. Если они пропикиваются. Ага. Давай попикнем. Посмотрим. Пораспрямь. Зайни, Зай. Пил. 80 цент. Наверное. Да, 80 цент. Ну ладно. Пойдем. Зай не надо так близко. Почему не надо? Подогнать команде. А в Воймарте, когда что-то сканируешь, надо прямо не потереть. Нет. Да. Ну хорошо считаем. Не бойся. А надо чтоб все по 80. Катик, что ты со мной разговариваешь, как друг этого Шрека. Пип. Ну вот видишь, она не перестала. Ну потому что его надо разровнять. Короче, на кассу тебя не возьмут работать. Ну я туда и не собираюсь, честное заверение. Смех. Ага. Правда точно. А тебя возьмут. Доллар 0,7 кабери. Ну ладно. Так еще можно каких-нибудь возьмать? Суспорно? Ну я же просто. Не думаю, что это не будет. Суспорно. Не надо сомневаться. Почему? Не надо сомневаться. Ну ладно. Ну ладно. А откуда ты с кобери жанта хочешь? 280. Давай может еще кобери возьмем? Давай. Кобери это хорошо. Ну так надо вернуться. Так возвращаемся. Давай же возвращаться. Да я как разговариваю, что тебе серьезно было. Какая-то брюняка. Осик. Возвращаемся, возвращаемся. Да мне кажется. Что? Вам не хватит. Нет, мы ее пропустили. Что это за херши из шоколадки? Почему они как печенье нарисовали? Ну не знаю. Только недавно мы выпустили влог про одежду. про майки. Там металлические. Но это же женская пижамка. Роллингстон. Шортики с маечкой. Зайка, глянь, сколько она стоит. 22 долларов. А вот смотрите, какая классная. Гансын Роллдис. Или еще? А там, зайка, еще какие-то. А там ICD-C. Вот смотри, но сейчас тебе еще одну майку. Тогда же женские. Мы никому говорили. Да мы не про это. Я про серию. Скажи, какая-то она тоже немножко странная. Это ICD-C майк. А можно кока-колу не могу срезать? Смотри. Класс. Все-таки носочки. Вот такая вот ICD-C. Какая-то немножко странная. Сколько она стоит? Кока-кола очень классная. Я должен сделать фотку. Носки. И майка. И того. И баба твоя. Так, вырежешь же, где я про себя говорю баба твоя. Почему? Потому что. Сколько стоит? Блин. Ну какие классные. 21 дом. Какие классные вещи мы видели в магазине. Мы отдыхали в Лас-Вегасе. Заходили в фирменный магазин кококолы. Там можно ее пробовать, дегустировать. И там все-все вещи с логотипом. С логотипом. С логотипом. Такой свитер. Но там цены, да. Как будто они завод кококольный продают в нагрузку к этому свитеру. Катарине понравилась кофта. Я говорю, блин, зайка, конечно, купим. Сказала я до тех пор, пока не увидела. Я увидела ценник. Баечка. Медведь милый. Действительно там все красиво, да. Но отдать за подростковую байку 60 с чем-то долларов. Я говорю, Катарина, забудь. Купим живого медведя и напишем на нем с баллончика кока-колы. Да. Ну, блин, ребята, вы лишаете отживаться. Красивенько. Хочешь что-то делать с рекламой? Да, но это сейчас везде подвигается, и поэтому ничего здесь нет. Старость это прекрасно. Ну да. Надо красиво состариться, как ты говоришь. Лучше состариться красиво. Ты поняла, что тебя ботексом забросают? Нет, я просто хотела сказать, что совершенно случайно. Я недавно посмотрела... Вообще, мне никогда Ксения Сообщак не нравилась. Она уже состарилась? Нет, я сейчас тебе объясню. В общем, в формате одной программы я рядом с ней видела такую певицу, как Ольга Бузова и Ксению Сообщак. Так вот, при всем том, что мне... Ну, они мне обе никогда не нравились. Ну, просто глядя на певицу, которая... Ну, вот на эту Ольгу Бузову, хотя она, получается, я подозреваю, что моложе, чем Ксения. Да, и Ксения, в принципе, ну, будем откровенны, она прям не образец какой-то красоты, да. Но насколько же Ксения выглядела гармонично и красиво, без всякой этой хрени, блин, без вот этих вот щек подколотых, лба вот такого, в общем. Я прямо была в шоке. В восторге от нее. Тоже вырежешь все это. Пойдем туда. Почему? Ну, это некрасиво кого-то обговаривать. Мы не обговариваем, а просто рассуждаем. И мы туда не лезем, как говорит бабушка. Куда мы сейчас идем? Ты хотела посмотреть обувь? А я обувь хотела посмотреть, но мы как-то... Вот я все время в этом магазине. Мы перешли. Мне кажется, обувь там. Где? Правее. Надо сделать верность 50% скидку. Надо хапать. Надо хапать. Зай, ну это хорошо. И где, по-твоему, так сказать, внутреннему ощущению находится Ольга? Ну, вот там уже тапочки продаются. Я думаю, слева Ольга. Да. Ну, почему я... Почему-то мне так кажется. Пойдем проверим. Нет? Да. Ну, вот там сумки. Кстати, вот купальники. У нас уже купальный вопрос решился практически у всех. Да, я решила этот сезон докупаться в старом. Доносить прошлогодний. Да, да. А уже потом может быть что-то новое смотреть. Короче, будешь носить свои обноски? Да. Да. Я буду с тобой в отдельном бассейне купаться. Почему? Потому что мой купальный костюм приехал из Беларуси. Ну, ты мужчина, тебе проще. Понимаешь, тебе... Чем мне проще, блин? Тебе, потому что проще. Мне надо модничать. Ну, не то, что не надо модничать, но... Тебе меньше хочется. Мне меньше хочется, да? Смотри, кстати, вот шорты совсем недорогие, 17 долларов. Такие интересные, но отличные цены. Там вот внизу 19. А сколько вот эти модные злюшечки нет, посмотри. 17. Ну, смотри, очень даже такие цены приемлемые. Мне комбезик нравится красный. Кстати, я как-то на днях ездил в Лос-Анджелесе через Даунтаун. Помнишь, я тебе говорил, зайка, иди покажи. Смотри, девушка была вот в таком комбезике. На, приложи к себе. Она скинула вот эту верхнюю часть, которая закрывает грудь. И фотографировалась с голой грудью на виду у всех прохожих. Ну, ты же не смотрел. Я не смотрел. Молодец. Я не смотрел на нижнюю часть. В общем, там все проезжающие машины были в шоке. Она пыталась на фоне небоскребов сфотографировать. Зайка, там нечему было радоваться. Просто вообще нечему. Кот. Так, все, коню. Давай. Соскочим по стену, как это все рассматривает. Какая-то странная витрина. Обуви много, а цен нет. Зайка, это вот эти? Не похожи. Не такие же? Просто мы похожие, Маришки, покупали. А за сколько мы покупали похожие? Не помнишь уже? Наверное, я тачку поставлю нашу. И без тачки погуляю вам. Вот так вот. Ну, таргет это не самые низкие цены на обувь. А у меня день рождения скоро. Что ты говоришь? А? Что ты говоришь? Я говорю, день рождения скоро. Чей? Ну, да. Твой? Да. Скоро. Ну, хорошо. Ты хочешь заранее? Да. Заранее прибарахлиться хочешь? Да. Ряд резиновых сапог. В общем, мы сейчас в отделе немножко детской обуви. Маленьких размеров. Пойдем посмотрим на женскую обувь. Что ты там набарахлила? У нас есть точно такие, только с закрытыми носами, да? Похожие, котик. Не точно такие. Которые из магазина, которые твои что-то не похожие все. Это мои, кот. Что почем? Какой хоккей смешен? 25? 25? 25. 25. 25. А почему вот у этих у всех такие носы, скажем? Что это за мини-бикини? Что с ними случилось? Ну, зай, ну ничего. Они же будут ножку подвигать и удобнее. Какие-то они смешные. Короче, это типа балетки на резинке. Ну, кот, ты у меня так разбираешься во всем. Ну, просто бы страшно погасить. Ты лучше меня знаешь, как с ними вызывать. А где наша тачка? Я не доверяла окружающих. Угнали тачку. С продуктами. В магазине. Неоплаченную тачку с продуктами. В магазине угнали. Ну, вот какой-то отдел такой себе. Ну, неинтересно. Да? А сейчас будет совсем немного сверши. Да, я вижу. И сколько-то надо сделать. Нет. А, я хочу вот это. Для нашего дружка. Зава, смотри этот фильм, который мы посмотрели. Какой мы фильм посмотрели? Про... Ага. Этого я хорошо описала фильм. Бамбл. Не Бамбл. Посмотри. Кламы? А, стекло? Стекло. Показывай, сколько детки стоят. Наверное, 25 долларов. А, ну там получается и блюры, и дебилы, и дебилы. Что значит дебилы? Цифровый, что значит цифровый? В общем, ребята, Сереж, покажи этот фильм. Мы посмотрели этот фильм. Первую часть, которая будет... Я прям говорю, как это называется, кто пишет экспертное заключение фильма? Открите. В общем, не тратьте время, потому что это про... Самая слабая часть. Слабая звенок. Самая слабая часть. Это был трындец, столько разочарований. А вот Бамбл Бенни понравился. Он прям для детей, для детей, но мне очень понравился. В общем, тачку бросили за машиной, а сами спрятали. Листенек, чтобы это все записать. Итог похода... 90... Главный шоп-ассист. Мы наклеечку не взяли. Такую наклеечку. Они дети в наклейке делают, почему-то на нам положили. Так положили или не положили? 92,26. Понял. Ну, в общем, кто-то просил нас показать чек. Да, там нет никаких налогов, ничего нет. Давайте я сделаю вот так. В общем, вот этот таргетовский чек. Где там вот, видите, написано... Все хорошо видно зато. Видите, написано, что Total 92,26. No tax. И Total 92,26. А что там? А, ну это сдача уже. Вот. То есть на продукты нет никаких налогов. Налог может быть в этом чеке, только если вы покупаете, например, Кока-Колу или там воду. То есть это будет налог на баночки, на пластиковые бутылки. Или если вы купили, например, промтовар, то это тогда будет налог на промтовар. А еще знаете, что нам тетечка сказала? Говорит, вам пакетик надо? А мы говорим, нет. Ну, у нас свои сумки есть, хорошие красные сумки. Мы ими много пользуемся. Ну, много лет. Короче, они в багажнике лежат. Мы просто на тачке приезжаем, сумку бросаем. А она говорит, а если вы сразу же придете в следующий раз со своей сумкой, вот не просто как мы типа с тачкой и тут перекладываем, а прямо в магазин со своей сумкой мы типа покажем свою рояльность, ну, что мы хотим сохранить окружающую среду. И там, я честно скажу, она очень говорит, для моего слуха непонятно. Она афроамериканка, у них еще свой говор. Очень специфический. Плюс к тому же она разволновалась, потому что уронила яблоко, а мы не отказались его взять. Она брошу. Она была очень взволнована, и поэтому пыталась, подарила нам пакет и пыталась быстрее нас отправить уже. Вот, поэтому и курицу сразу забыла пробить. В общем, это самое. Она сказала, что когда приходишь в таргет со своим пакетом, там какая-то скидка еще за то, что ты вот лоялен к ихней позиции сохранения окружающей среды. Участвуешь во всей этой каше. Да. Ну, в общем, мы там еще догрузили в нашу тачку, мы догрузили этих скидочных конфет паскальных, потому что все равно сладенькое покупаем периодически, поэтому почему не воспользоваться скидочкой. Вот, что мы еще купили? Да, ну там мы этот сырные печеньки. Я курицу купила очень выгодно. Курицу вообще купили очень выгодно. Почему говорю я? Потому что я всегда хожу, обращаю внимание на всякие эти вот скидочные купончики. Да, и я увидела наклеечку зелененькую на курице, на ней написано, что сегодня, типа, 5 долларов офис упаковки. Это получилась, ну, регулярная цена на эту курицу, там, допустим, 10 долларов за эту упаковку, а у нас получилось 3,69. Вот, то есть такая нормальная экономия. Надо просто обращать внимание в магазине на всякие надписи, на всякие эти купончики, и получаются иногда очень даже прикольные цены. Вот, ну, подробнее об этом еще, наверное, расскажем во Влоде с распаковкой. Вот на этой веселой скидочной купоночной ноте будем заканчивать наш закупочный влог из Таргета. Сегодня мы еще куда-нибудь проедем. Мы заедем в Smart & Final, потому что мы хотим купить упаковочку салата. А, да, тогда еще этот влог не заканчивается. Все, короче, я заведу ее сапожкой. Ну, никто не убьет. По всему расстрою нас. В общем, ладно, значит, влог не заканчиваем, продолжим его в Smart & Final. Обязательно не проматывайте, обращайте внимание на то, что мы говорим. А то потом как-то было у нас, смотрели влог какой-то, да? И не заметили, что мы уже в другом поговорим. А, про витамины. Там мы показывали из Smart & Final витамины, и люди подумали, что мы до сих пор сам слабим. Поэтому, внимание, не пропустите... Новое включение. Да. Все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok